МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще несколько детсадов и школ. В частности, уже разрабатывают проект учебного заведения на территории бывшего завода «Зим». Сейчас ведутся проектные работы. Мы решили взять типовой проект. Школа на полторы тысячи мест. Полагаю, что в начале следующего года проектные работы будут завершены. И мы будем председавать на федеральное финансирование. Полагаю, что за полтора-два года нам по силам школу на данной территории построить. Особое внимание при постановке задач на новый учебный год уделяют взаимодействию школ и союза работодателей. Чтобы помочь внедрить новые формы наставничества для профессионального самоопределения школьников. Также среди задач продолжать развитие внеурочной деятельности. Я с большой благодарностью отношусь ко всем тем, кто действительно занимается этой работой. И я хочу пожелать, чтобы в новом году мы с вами это воспринимали не как нагрузку, а как именно то, что мы должны делать. На форуме наградили Самарскую школу номер 58 и Поволжский государственный колледж орденами города трудовой и боевой славы. Они стали первыми образовательными учреждениями города, получившие достойное знамя. Напомним, этот знак был учрежден по инициативе губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Попробуйте выйти на эту сцену, получить первым учреждением такое почетное звание и ощутите, какие чувства вы разделяете. Я чувства разделяю, конечно, не только волнение, а в первую очередь гордости. Гордости за, в первую очередь, коллектив. Самарский городской педагогический форум прошел впервые за долгое время. После августовки учителя продолжают подготовку к наступающему новому учебному году с главной и традиционной задачей – повышать качество образования. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.